Девушки отдыхают Посмотрим, что же нам дали А получили мы танка саппорта Непопулярный класс среди охотников за МВП и уроном Хилос весьма специфический танк, который или нравится, или вы будете страдать играя за него Что испытывал я, пока искал сборку, я вам не скажу Хилос своеобразный танк, имея много хп и навыки, потребляющие уйму маны Он может как поддерживать от вступления команды, так и инициировать ганг или массфайт Но продолжительный бой не про него Да, я пытался собрать вампирик, сборку, но это обречено на провал в тимфайте Я вывел два билда, но к ним перейдем позднее Начнем же мы с эмблем Я рекомендую взять эмблемы танка, поскольку мы им и являемся, и наше место в гуще событий Доп заклинания, тут выбираем на вкус, железная стена или оцепенение Внимание, оцепенение действует практически в упор К навыкам Пассивка, пробуждение крови Когда Хилос собирает айтем, увеличивающий ману, он также повышает свое хп один к одному Это значит, собрав вещь с 500 маны, кроме прочего, получим 500 хп сверху Таким образом, Хилос может быть самым жирным персонажем в игре на данный момент Вторая часть пассивки Когда мана окончается, Хилос использует хп вместо маны Умереть от этой пассивки нельзя При минимум хп вы уже не можете использовать навыки, а длительный второй навык просто отключается Но в таком состоянии вас яйцо дигги может убить Благодаря пассивке и затратным по мане способностям спорный перс Мне часто приходится возвращаться на базу, даже оракул не помогает Первая способность Закон и порядок Хилос делает выпад посохом, нанося урон и оглушая противника на одну секунду Действует навык крайне близко, буквально на два корпуса КД ощутимое Неплохое подспорье для инициации ганга или прерывания продолжительного каста, как у адеты или горда Вторая способность Круг запрета При активации навыка Хилос получает ауру, которая наносит противникам магический урон каждую секунду Урон, прямо скажем, небольшой, а маны тиры хп жрет много Но несмотря на это является нашим основным навыком, поскольку действует на всю массу противников и не только уроном На эту способность и делаем упор и она же причина частых возвратов на базу Почему? Да потому что за каждый тик способностей мы уменьшаем противнику скорость бега на 6% Скорость атаки на 5% Усиливая следующий тик способностей на 7,5% Складывается до 10 раз Таким образом, если наша цель не может прервать пребывание в ауре в течение 10 секунд У нее уменьшается скорость бега на 60%, скорость атаки на 50%, а навык наносит на 75% урона больше Не обольщайтесь, в одну цель столько урона не очень ощутимо А вот в толпе да Чем дольше Хилос живет среди файта, тем слабее противник Ощутимый прирост отхила от этого навыка вы не получите Он будет только при файте в пятерых и лишь ближе к 15 уровню Ульта Путь Славы имеет КД в 40 секунд на последнем этапе Весьма гибкий инструмент команды боев Хилос выстраивает прямой путь в выбранном направлении на 6 секунд На этом пути Хилос получает исцеление в 5% от максимального количества своего ХП Получает иммунитет к замедлению По направлению пути Хилос и союзники ускоряют свое передвижение на 60% А противники замедляются, если двигаются против направления на 70% Этот навык, благодаря быстрой перезарядке, позволяет в ганге использовать всю команду Или успешно отступить, ускорив свою команду, либо замедлив команду противника Ожидайте убийств прямо под башней, если в команде противника опытный Хилос, но об этом в тактике Теперь наша любимая сборка Я пока вывел две играбельные Брузер и танк Брузер — это полутанк с возможностью нанести урон Брузер — часы судьбы дают нам силу магии, а наши навыки немного зависят от уровня магической силы Плюс 615 здоровья, плюс 600 маны, а значит еще 600 здоровья Итого — 1215 здоровья И спустя 5 минут накопится ХП и магическая сила В общем, топ предмет Сапоги-скороходы Мы должны быстро перемещаться к врагу и быть рядом во что бы то ни стало Проклятый шлем Серьезно добавит наш ДПМ Что значит урон в минуту К слову, ДПС — это урон в секунду Шлем увеличивает наш ХП-пул и работает вместе со вторым навыком Кроме того, размер урона шлема — это полтора процента от нашего максимального ХП А его будет много Пылающий жезл Маленькая хитрость, поскольку второй и первый навык — это магия На них работает и жезл, который наносит урон трижды Его урон зависит от текущей ХП-цели Как-нибудь сделаю обзор на этот интересный айтен В этой сборке позволяет вносить больше урона по площади и еще быстрее передвигаться Господство льда даст и 70 брони, и 500 маны, а значит и 500 ХП Плюс 15% к перезарядке навыков Нам пригодится для оглушения первым навыком и ульты Кроме того, лед снижает скорость атаки и бега еще больше Его эффект плюсуется с нашим вторым навыком Довершаем все щитом Афины или бессмертием Но Афина очень сильно поможет в боях, особенно против магов Сборку на танка я просто покажу Тут все как всегда банально Танки собираются от стапа противника Танководам лучше изучать ML-факты для выбора сборки Вообще, с Хиллосом можно всяко экспериментировать Но многие сетуют, что он не вносит урон Очнитесь, это танк саппорт Теперь о тактике Инициация соло-цели, если рядом с вами толковый ДД Мои бестолковые обычно скрываются в неизвестном направлении Собственно, инициация Или вы наносите удар первым навыком из кустов И подрубаете второй скилл, следуя за целью Или, если инициируете с поля То есть открытого пространства Ульта, догнали Первый скил, второй скил Поведение в замесе Вы можете быстро прискакать бодрым голопом на ульте Но что у вас останется на потом? Ульту лучше приберечь Сразу включаете второй навык И прижимаетесь к сквишам, магам и стрелкам Даже если у них есть прыжок, вы их догоните Если бой не в вашу пользу Отступаете с помощью ульты, ускоряя свою команду Если у вас просаживается хп Кстати, следите за этим очень внимательно Активируйте ульту и лечитесь, стоя на ней Если команда загоняет противника А вы на пути отступления Самый шик кинуть ульту против движения противника И вы к ним быстрее прискачете И они не смогут толком убежать от союзников Убийство под башней Если под башней один персонаж Очень наглый, с минимумом хп А вас больше чем один хилос Вы можете активировать ульту И быстро подскочить к противнику Башня переключится на хилоса с уймой хп А дд сможет убить врага прямо под вышкой Да еще будет время спокойно выбежать Из-за радиуса обстрела башни Особенность хилоса Это ускорение и замедление А второй навык еще позволяет казнить недобитков Не давая им возможности убежать Итак, общий план действий у вас есть Дерзайте! Подписывайтесь на канал и жмите в колокол Чтобы не пропустить стримы обновлений Удачных боев, приятных побед! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok